В воскресенье 30 октября церковь праздновала День памяти Собора Новомучеников и Исповедников Белорусских. Это священнослужители, монахи и миряне, пострадавшие во времена гонения на православную церковь в 20-м столетии. В центре иконы, написанной в память об этих угодниках Божьих, в черном монашеском одеянии смотрит на нас преподобномученик Серафим Жировичский. В этом году исполнилось 115 лет со дня его рождения и 70 лет, как архимандрит Серафим умер за Христа в тюрьме НКВД. Он прожил всего 44 года, но за этот срок успел совершить монашеские миссионерские подвиги. В Беларуси в течение всего года проходят мероприятия, посвященные отцу Серафиму. Так в Минской Духовной Академии состоялась презентация книги про теерея Федора Кривоноса «Незабленный пастырь, священно-мученик Серафим». Мне посчастливилось быть сопричастным к его канонизации. Да, я слышал о нем из уст людей, которые уже ушли в мир иной. Книга, которую сам автор называет очерком, рассказывает о пути пастыря, о его детстве и юности, о жизни в Жировицах и в польском селе Курашево, о миссионерском подвиге в годы войны, когда на территории Восточной Беларуси он открыл более 70 храмов. На земном пути Серафима Жировицка встречалась немало испытаний. Простой, по складу своей души, скромный, глубоко верующий человек. Всей полнотой своего существа он понимал, что не только сам человек трояет свою земную жизнь, но еще и Господь ведет его по ней. При написании книги отец Федор обращался к материалам уголовно-следственных дел. Доступ к этим материалам для большинства исследователей блокируется, но отец Федор сумел найти возможность изучить эти материалы и даже опубликовать некоторые из страниц уголовно-следственных дел. Приняв постриг в Жировицком Свято-Успенском монастыре в 21 год, отец Серафим всей душой пламенел к познанию Бога. В середине 30-х годов он был направлен на служение в польское село Курашево, где занимался активной миссионерской деятельностью среди местных жителей, которые в 20-е годы были совершены в унию восточного обряда. За три года отец Серафим вернул их в лоно православной церкви, а его простота и чуткость оставили такой глубокий след в сердцах местных жителей, что после его смерти они возвели в селе в память о нем символический памятник с надписью «Незабвенный пастырь». В этом году удалось выявить и новые факты из жизни святого. Был найден оригинал письма Серафима Жировичского к своей пастве в Курашево, которое было написано, предположительно, с Жировичского монастыря в 1938 году. Отец Серафим по имени называет многих прихожан, он их памятает. Отец Серафим по имени называет многих прихожан. Он их помнит, он за них молится. Так и заканчивает свое письмо. Ваш Богомолец. И они его тоже помнят, они его любят, они шлют ему письма. По мнению профессора Минской Духовной Академии Протеерея Сергия Гордуна, такая сердечная христианская любовь между прихожанами и пастырем дает нам право прославлять отца Серафима Жировичского не только как мученика за веру Христову, но и как настоящего доброго пастыря.